здравствуйте друзья направление солнечных лучей не позволяет мне камеру повернуть для себя пусть пока смотрит на дорогу я выехал из донтистского офиса первый раз я там был то есть я много лет был как бы на обслуживание в другом офисе вот а так обстоятельства сложились что мы перешли в другой и моя дочь и ее муж и собственно внучка наша саша вот они все вот ходят в этот офис они нам посоветовали туда пошли офис такой я бы сказал израильский а вот они друг с другом на иврите разговаривать ну за исключением вот скажем китайской девушки которая мне совершенно потрясающе делала сегодня глубокую чистку там наполнится нашу я правая половина лица это одно а левая половина лица это другое сейчас вот я даже немножко чувствую надо сказать что находясь искать вот в этом процессе будучи объектом чистки я подумал что надо иногда вообще менять места потому что как бы очень по-разному люди работают например например раньше мне всегда делали укол в десну там чем несколько мест для обезболивания естественно а здесь они вместо укола тоже у них такая тип шприца но с какой-то помазкой и помазки это и хватает на полчаса реально но за полчаса они делают четверть значит в смысле пол челюсти делают а потом вторую причем схватывает мгновенно то есть они помазали через там 15 секунд она все уже уже там уже можно работать я честно говоря не люблю когда уколы делают никогда в жизни не любил уколов тем более что бывает что и больно тоже знаете так не не то что это совершенно безболезненная такая штука хотя там где делали уколы там предварительно на тампончик такой намазывали такой красноватую но не знаю там и жидкостью не назовем так больше желатину таком очень таким красненьким помазывали она схватывала потом немножко обезболивала поверхностно потом шприцом там делали уколы причем так как ты не знаю у меня было ощущение что очень глубоко этот шприц шел мы будем субъективно но как-то так не фигово было с этого дела а здесь ничего помазали все я все значит думал будет ли больно прошу когда глубокая чистка все-таки это не не то же самое что обычно такая поверхностно не было больно все потрясающе что еще сказать сделали мне рентген на рентгене обнаружилось да они мне говорят что ж ты говорят столько лет тебе дедушка и никогда не делал глубокой чистки я к этому чему обалдели я говорю делал неоднократно они говорят но как же ты делал я говорю но сами подумайте говорю ну с той частотой с какой из которой страховка разрешает делать так и мне и делали я я вас уверяю что неоднократно был объектом вот и они значит нашли мой мои документы из предыдущего офиса взяли там стали рыться обнаружили что год назад у меня была глубокая чистка вот это их привело в замешательство потому что когда там несколько человек сгрудились вокруг моего этого рентгена они все были уверены что там я или никогда в жизни не делал но мне не делали глубокой чистки или там лет десять точно не делали потому что то что там значит они на этом рентгене видели не могло образоваться там ни за год ни за три там в общем как-то долгий процесс такой но в общем не знаю на таком случае почистившие они на всякий случай еще раз рентген сделали и показали мне видишь вот тут было тут нет было тут нет очень чтоб я уже не сомневался тут хотя я собственно черт я держу себе мне главное чтобы не больно вот в общем так вот интересная жизнь получается да причем за глубокую чистку мне пришлось из кармана заплатить потому что страховка оплачивает раз три года поэтому я подумал не 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 буду я два года ждать а все-таки лучше почистить чтобы было чистенько и это мне стоило за пол лица там 400 что тут там не помню 425 430 такого плата вот такие у нас расценки интересным но не было больно ничего не напухло с этим уколом который мне раньше делали я мог потом еще чувствовать знаете прилично к приличное количество времени у меня знаете как-то губы не сходились там и как-то я говорил так не очень внятно вот и самое главное что я самочувствовал себя неважно с этого дела а потом еще бывает знаете вот там не хватает им времени так они второй раз наколют вот то есть мало того что сразу укололи потом что-то раз и еще укололи я тогда вообще мог не знаю часа три-четыре после этого ходить как сам не свой и меня такое ощущение было что я в голову как-то отдает голова болела после этого то есть такая радость вообще а когда меня вот этим вот мазали ну там обезболивающим вот этим и у меня как-то вот по старой памяти как-то было сомнение что штука сильно прихватывает зайти я думаю мало ли там помазали это же не то что укол вот и они плохо помазали знать так помазали что ничего не чувствуется и вот уже я сейчас еду только вышел из офиса вообще ничего нет вот не чувствуется я даже расслабился у них на этом кресле она все там к вас не беспокоит не беспокоит не беспокоит не беспокоит я года чё прям уже так прям давай говорю широй вот настроение было хорошее то есть я как отдохнул в этом кресле полежал то есть такого у меня еще не было потому что как-то я еще советских времен знаете как дантисту в кресло так сразу потом прошибает и думаешь ну сейчас тебе в мажут как следует и хотя в целом в америке я уже отвык от этого всего но но все равно как-то такое там рудиментарное присутствует вот в сознании сознание ну а тут что-то я совсем уже прям у них чуть не уснул там даже так хорошо мне было знаете вот надо иногда ходить друзья надо иногда ходить менять да еще знаете что интересно там первый раз я видел машинку такую фактически щуп такой и на конце щупа у него ну где-то там камера присутствует там светит и камера есть и все это у него на экране монитора тут же перед моим носом вот он так ходит по моим зубам но там зубы осматривает и девочки там говорит там на таком-то этом таком-то то а сам вот так потихонечку значит показывает и все это видно очень крупно резкость невероятно и все это тут же фотографируется и мы потом сели с ним значит обсудить и он как бы мне такую перспективу долгосрочную нарисовал так мы у монитора с ним сидели то есть такой человек любит образовывать так сказать клиентов да у него еще надо сказать было мах масса коробочек там у него в шкафу а он периодически залезал шкаф вынимал какую-нибудь коробочку а в этой коробочке лежал какой-то зуб знаете он чтобы проиллюстрировать какую-то идею что может быть там через какое время там во что разовьется и у него вот всегда вот это вот он ведь вот зуб и нам там найти на корнях там что-то наросло очень нарост какой-то сильный у нас называется build up вот по-английски так вот когда нарастает камень зубной и он говорит вот видишь зуб и тут вот наросло многое я говорю что-то ну что-то реально много да ведь этот этот зуб говорит он я просто руками вынул просто пальцами взял где-то вынул из человека вот я бы тебя большая коллекция ну да ведь надо же показать это если не показать то кто будет на свой счет то примет так вот все реальное все живое и у него такой альбом с фотографиями он тоже как для иллюстрации туда лезет и и что-то вытаскивать причем это он сам снимал это из практики его офиса это вот несколько этих альбомов и там на все случаи жизни разные там зубы такие сжёванные совсем там ну ну я не хочу ваш ваше внимание к этому делу привлекать но надо сказать что большая коллекция всего такого я почувствовал вот что такое люди с любовью так ведь относится к своему делу потрясающий опыт вот так что интересно все друзья я подъезжаю к своему офису и через месячишка мне вторую половину лица но не весна конечно изнутри дата вторую половину приведут в порядок возьмут меня еще раз там 400 там сколько там 10 долларов с лишним и буду я как огурец следующие три года счастливо